Привет, ребята! С вами Тони и сегодня я расскажу вам лучшие лайфхаки для скейтеров. Поехали! Многие из этих лайфхаков покажутся вам максимально странными, но они созданы для того, чтобы улучшить вашу жизнь, а также катание на скейтборде. Поэтому первый лайфхак у нас связан... Конечно же, это обувь, потому что при катании на скейтборде обувь страдает очень сильно. Есть несколько методов, как ее сохранить, а также как сделать вашу новенькую обувь максимально удобной для вас. Если вы катаетесь в обувь со шнурками, то вы уже, наверное, знаете, что при выполнении разных трюков шнурки рвутся, и это постоянная проблема скейтеров. И чтобы продлить жизнь шнуркам, есть несколько способов. Для первого способа вам нужно взять самый простой и дешевый кристальный прозрачный клей, который продается в любом магазине. В фикс прайсе, в пятерочке, в магните. Стоит он от 50 до 100 рублей, но именно этот клей продлит жизнь вашим шнуркам и обувям. Для этого перед катанием нанесите небольшой слой клея на шнурки и обувь, где вы будете выполнять трюки. Подождите, пока клей застынет, и тем самым ваши шнурки станут намного крепче, и стираться будет не шнурок, а именно клей. Выполняйте эту процедуру каждый раз, когда идете кататься или когда слой клея уже сошел. Самое главное, ребята, не переусердствуйте и не залейте много клея. Большое количество клея приведет к тому, что ваши флипы будут максимально нестабильны. Но все равно, небольшой слой клея увеличит жизнь вашей обуви. Поехали дальше! Следующий лайфхак у нас также связан с обувью. Я думаю, многие из райдеров уже встречали эту проблему. Когда вы покупаете свою новую обувь, вам кажется, что вы катаетесь как-то хуже. Вам неудобно кататься в этой обуви, и вы думаете, что вот мои старенькие тапки были намного удобнее, хоть они уже все в дырках, и флипы будут там намного стабильнее. Это связано с тем, что у новых кроссовок достаточно жесткая подошва, и ее нужно раскатывать не один и не два часа. Но чтобы ускорить раскатку обуви, есть небольшой лайфхак, который вам в этом сможет помочь. Для этого вам нужно взять свои новенькие кроссовки, засунуть их в микроволновку и поставить их где-то на минуту или на 30 секунд. Обязательно следите, чтобы они у вас не загорелись. И после того, как вы зажарили их в микроволновке, достаете, надеваете и ходите. Тем самым резина становится намного мягче и становится по форме вашей ноги, и вы сможете сразу уже идти спокойно кататься, не чувствуя никакого дискомфорта. Так что, если вдруг проблема с твоими тапками, попробуйте их зажарить. Поехали дальше! Следующий лайфхак поможет вам определить, где у вас нос, а где у вас tail на вашем скейтборде. Если кто-то из вас не знал, то у скейтборда есть передняя и задняя часть. Не надо думать, что он полностью симметричен, потому что tail нагнут ближе к земле, чтобы щелчок был намного жестче, резче и быстрее, а нос загнут выше, чтобы вы могли легко контролировать доску в полете, а также сильнее выфлиповывать вашу доску. И если вы столкнулись с такой проблемой и не знаете, где же у вас нос и tail, самый простой способ это посмотреть на графику. Как расположен рисунок? Если рисунок расположен лицом к вам, то есть в правильном положении, то верхняя часть это будет у вас нос, а нижняя тем самым tail. Но если вдруг у вас даже графики никакой нет, вы можете посмотреть или на ширину доски, она также должна быть в правильном положении, или на логотип, который изображен на верхней части доски, куда вы будете приклеивать наждак. Поэтому обязательно определите, где у вас нос и tail, а также его отметили. Отметить нос вы можете максимально разными способами и вот какие у вас есть. Например, это поставить цветные болты, сделать три болта впереди, а четыре сзади. Отметить на наждаке, где у вас нос, краска или просто процарапать. Тогда вы будете всегда знать, где у вас передняя часть вашей доски. Поехали дальше. Следующий лайфхак, который облегчит ваше катание, это, конечно же, натереть доску воском. Вы можете натереть доску не только в районе подвесок, а также в районе вилвелсов, чтобы у вас не было вилбайта и не закусывало вашу доску во время катания или приземления трюка. Вы также можете натереть tail, чтобы выполнять трюки намного легче. Потому что, когда вы катаетесь на идеальной поверхности, а именно в скейтпарке на бетоне, и вам кажется, что вы делаете щелчок намного лучше и выше. А когда вы ходите на асфальт, на неровную поверхность, щелчок сразу становится хуже. Поэтому, чтобы улучшить свое катание во флоту, а также в скейтпарке, натирайте свою доску воском в районе подвесок, вилвелсов, а также тейла, чтобы трюки ваши были максимально стабильные и скольжение у вас было везде. Следующий лайфхак, это, наверное, даже проблема всех начинающих скейтеров. Когда они идут кататься, у них сразу рвется футболка или толстовка, не дойдя еще до спота. Это обусловлено тем, что они неправильно носят скейтборд, а именно наждачкой к вашей одежде. И когда вы долго идете до спота или передвигаетесь на общественном транспорте, вы, неся доску, стираете себе боковую часть вашей одежды. И тем самым у вас появляются дырки. Поэтому, чтобы этого не происходило, научитесь носить правильный скейтборд подвесками к себе или в боковую часть вашего бедра, чтобы наждачка не стирала вашу одежду. И вам потом еще не прилетело от мамы, что у вас стирается не только обувь, так еще и футболка. Следующий лайфхак, это как правильно прикручивать колеса к подвеске. А именно, как вставить подшипник в колесо, потому что некоторые думают, что его нужно туда просто забить. Но есть максимально простой способ. Это вставить подшипник в колесо, надавить сверху колеса. Тогда подшипник зайдет спокойно. Затем надеть на подвеску последний подшипник и также с помощью вашего собственного веса надавить на колесо, и тогда подшипник зайдет и с другой стороны. Здесь вам останется только закрутить гайку, но только смотрите, не сильно перекручивайте, чтобы подшипник вообще не крутился. Но также не сильно оставляйте люк, чтобы подшипник ходил туда-сюда. Потому что при сильной нагрузке ваш подшипник может разбиться. Поэтому оставляйте минимальный люфт, чтобы колесо хорошо у вас крутилось. И все у вас будет классно. Поехали дальше. Ну и финальный лайфхак на сегодня это использование вместо воска и мыла обычный диндерант. Например, какой-нибудь там All Spice. Вы можете с помощью его натирать грани, натирать места для вилл-вэлсов, чтобы ваши колеса не закусывали при поворотах или приземлениях. Натирать подвеску, а также натирать тейл. В общем, он максимально универсален, удобный и стоит недорого. И прослужит вам намного дольше, чем свечка. Так что, ребята, бегом в магазин за самым дешевым дейзиком. Ну что, ребята, вот мы узнали про самые лучшие лайфхаки для скейтборда. Если хотите, чтобы я записал еще одно видео про лайфхаки, то обязательно пишите в комментариях. Я сделаю для вас этот видос, чтобы ваша жизнь и катание было на скейтборде максимально простое. Но если у вас вдруг еще нет скейтборда и вы хотите научиться кататься в этом сезоне, то в магазине The Board Shop есть огромный выбор скейтбордов, лонгбордов, а также пеннибордов. По промокоду TONY вы получите специальную скидку и сможете пойти кататься уже завтра. Заходите на The Board Shop и начинайте кататься на скейтборде. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Антон Звягинцев. Увидимся уже в следующем видео. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить максимально экстремальные лайки и катайтесь на скейтборде. До новых встреч. Пока-пока.